Други мои, други, всем привет! Столбы у меня приобрели, так скажем, свою прочность, фундамент. И поэтому сегодня привариваем направляющие и по возможности еще бы профиль прикрепить. Ну а как что получится, время покажет. Други мои, други, всем привет! Ну, чтобы понимать, сварочный аппарат нормальный такой, стоит 7 тысяч. Нормальный сварочный аппарат, более-менешный, ну такой для себя, для дома, вот это, где приварить и многое другое. Вот так за глаза. Я не говорю про китайский, который можно за 2,5, за 3 купить, а вот за 7 тысяч нормальный сварочный аппарат стоит. 18 тысяч. Ну ладно, сама ни суть не в этом. Через полчаса парень подъедет и мы с ним уже приступим к работе. Поставили, приварили. Давайте заценим, заценим всю полностью работу. Вот здесь у нас в уровень выставлен, но это под подворота. А все остальное, в принципе, было не особо важно. Чтобы понимали, что если кто-то скажет, что вот криво или тому подобное, я был инициатором, чтобы так все делать. Поэтому все шишки только на меня. Все столбы, конечно же, будут потом вверху подрезаться, под уровень делаться. И вот такая работа закончена. Я был в подсобниках, помогал где-то, держал. То есть держал, пока прихватывалось и тому подобное. Ну и вот такой конечный результат у нас получился. С этой стороны, так как столб низкий, немного ниже ушло. Но это вообще не важно. Так как вот эта вот часть, грубо говоря, будет рабицей обтянута. В любом случае, даже когда полностью будет профиль, чтобы это дерево не убирать, здесь у меня рабица и будет сделана. Дерево пусть вот это и растет. То есть оно меня не смущает, оно мне не мешает. А так вот, пожалуйста. Надеюсь, вот эта высота нормально будет, по идее. По идее, должна быть нормально. И все, будем смотреть, будем дальше делать. Мне же самому надо пообедать. Поэтому в магазин взять что-нибудь, что быстро готовится. А что это может быть? Ну или пельмени, или вареники. Чтобы время не терять на покраску. И вперед. Заодно решил еще одну проблему. То есть у меня же заклинило. Я хотел ехать на шиномонтажку, чтобы откручивать. Попросил, в общем, я ключ. И смог легко открутить. Так как вот этим ключом, который идет в наборе, им невозможно он гнется, то выгляди сломается. Да, бардак тут, конечно, еще тот. Потому что здесь материалы у меня лежат. Всевозможные. Но, я думаю, каждый понимает, когда идет стройка, что это реально прям. Никуда без бардака. Так. У меня здесь была краска. Вот она. Посмотрим, что с ней стало. Такую краску я брал. Я брал для шифера ее. То есть в прошлом году, когда я шифер восстанавливал, делал его ремонт. То есть убирал старый вот этот вот мусор, который на шифере. Счищал его болгаркой. И потом покрывал грунтом и покрывал вот этой вот краской. Это для наружных работ. Я не помню, сколько она. Она литра три. Фасадная водоэмульсионная краска. И отсюда где-то литр ушел. То есть мне ее в любом случае должно хватить. Консистенция у нее такая, как пластилин. Она прям реально такая густая-густая. Разбавляется она водой. И ты, пожалуйста, красишь. Поэтому хочу посмотреть, что с ней стало за зиму. И если она нормальная, я думаю, она нормальная, то сейчас я буду ее использовать. Потому что у меня есть еще другая краска, которую я планировал для этих шкафчиков. Он для тех. То есть реставрацию им делать. Использовать ту самую краску другую. Хорошую, другую. А, ну она вон сверху стоит. Не знаю, видно, не видно. Эмаль. То есть именно которой я красил. Покрывал шкаф. Цвет графит. Так, а с этой у меня краской... Что? Оба. Ну. А, все. Все. Ее можно на помойку, походу. Сейчас надо проверить ее чем-то. Но, скорее всего, ее все на помойку. У нее досадно. Досадно. Да. Все. Перемерзла краска. Превратилась она в такую зернистую массу. Ну что ж. Я буду использовать тогда вот эту. Краэмаль. Мне ее, конечно, жалко использовать. У нее довольно приличный ценник. У меня есть еще банк. А, у меня здесь еще какая-то есть краска. Что тут такое? Это что такое? Мастика. У меня есть мастика. Я брал шпаклевку по дереву. Вот еще у меня какая-то краска. Эмпайр. Куриловская. Беленькая. Я ее брал для окон. Ну, ей, судя по всему, тоже пришел капец. Потому что у нас же зимы не по 10 градусов, не по 15, а по минус 40. Она тоже, судя по всему, перемерзла. Ну, вот эта краска, скорее всего, ее можно использовать. Ее нужно размешать. И так, она хоть и на водной основе, но сюда, я думаю, стоит добавить чутка ацетона. И вот эту краску я израсходую. Ну, вот какая разница. По крайней мере, просто находясь в банке, она простояла зиму. Это уже говорит о ее качестве. Ну, в конце концов, это текурила краска. Так как краски было всего полбанки, старался экономить, растягивал. Хватило на слой, и еще хватит на второй. Вид, который теперь имеет. По идее, даже уже так можно крепить профиль. Ведь красят для чего? Чтобы защитить от ржавчины. Ну, и эстетический вид придать. Но все же, я думаю, израсходовать ту краску, потому что, ну, она по факту не очень уж такая хорошая после зимовки. Но для подобных работ просто отлично. Хватило краски на второй раз. Прям тютелька в тютельку, как говорится. Даже уже в конце валиком из банки вычерпывал. Вот такая красота. Ну что, у нас новый день. Сегодня по плану установка профиля. У меня есть 17 листов. 16 пойдет на забор. И один профиль пойдет на калитку. Для того, чтобы сделать из него калитку. Шуруповерт с головкой. Саморезы. Лайфхак для тех, кто тоже будет устанавливать профильный забор. Сам ставить. Никогда вот эти саморезы не берите там же, где вы берете профиль. Потому что, простой пример. Магазин Colorlon. Килограмм таких саморезов стоит у них 690, а там 127 саморезов. При тех же раскладах почти 2500 стоит такое же количество саморезов в том месте, где я брал эти профили. Там, короче, в общем и целом такая фигня. Ну, может чуть поменьше. Не факт. Самое главное, профили берем в одном месте, саморезы берем в другом месте. Вот и все. И экономим. Ребят, косяк на ровном месте. Сейчас покажу. Вот эта головка, которая идет в шуруповерт, устанавливается, в которой буду закручивать саморезы. Короче, я купил сначала саморезы. И подхожу к этому консультанту из того отдела, где вот эти все стоят. Говорю, какая мне головка подойдет? Подскажи, пожалуйста. Он говорит, вот, восьмерка. Я говорю, точно подойдет, потому что они в герметичной упаковке, их нельзя порвать, вытащить и посмотреть, проверить. То есть она, помимо того, что на такой плашке сделана, еще в герметичной упаковке тут. Ну да, это же типа восьмерки. Ладно, я иду, мерю ключом. Гаечные там ключи висят у них. Ключ на 8, действительно. Здесь написано тоже 8. Она не подходит. Она не подходит, она маленькая. И вот после этого, как определять? То есть, по факту, нужно было там распаковать, я не знаю, и как-то проверить. Но в то же время, если ты консультант, разве ты не можешь точно подсказать? Тут тоже непонятно, кого винить. Конечно, в первую очередь, винить нужно всегда себя. Потому что, если что-то с тобой произошло, то в любом случае, это виноват ты. Не важно, что это. Тебя обокрали, ты с кем-то поругался, ты на кого-то наорал, ты потерял деньги, тебя обманули. Не важно, что с тобой произошло. В первую очередь, конечно же, виноват ты. И в этом случае, тут тоже виноват. А вот на этот подходит, на этот подходит, на один саморез маленький. А на остальные-то не подходит ни хрена. Вот такие у нас пироги. Поэтому еду заголовкой. Как будто вселенная не хочет, чтобы я сегодня что-то делал. Не успел один лист прикрутить. Сел шуруповерт. Теперь надо, чтобы пару часов он позаряжался, зарядился. У нас как будто настоящая осень пришла на улице 12 градусов. 12 градусов, 1 июля. Вчера поставил 6 листов. 6 листов поставил. Сегодня буду остальное. Но я думаю, прикручу, надеюсь. Шуруповерт нормально зарядился. Также надо будет еще калитку сделать. Но то, что уже получается, мне прям нравится. Безумно нравится. То есть, ты выходишь, ничего не видишь. И тебя не видят. Это очень круто. Чтобы понимать, высота забора по сравнению со мной. То есть, вот. Вот такая высота забора. Мой рост 1,70 метра, если что. Листы по 2 метра. И плюс от пола в некоторых местах даже до 15 сантиметров доходит. Красота! Видите, какая красота сзади? Опа! Опа! Все. Все профили готовы. Остался один. Это идет как раз на калитку. А по факту, вот результат. Тут у меня будет калитка. И все пошло. Все пошло. Красота! Теперь на меня не будут пялиться. Каждый проходящий. Новый день настал. Но у нас реально хоть куртку доставай. Сегодня я буду ставить ворота. Буду их делать. Вернее, какие ворота? Калитку. И давайте покажу, что я намерен делать. К этому углу я прикреплю брус. То есть, на этот брус будет крепиться сама калитка, получается. Я вчера начал просверливать дырку, отверстие. И у меня сел мой шуруповерт. Ну и, конечно же, помимо всего прочего, мне, как и любому другому человеку, нужно зарабатывать деньги. Так как иначе мне будет просто даже продукты не на что покупать. Соответственно, помимо того, что я занимаюсь забором, я еще и выполняю заказы, тем самым обеспечивая свой быт, свое пропитание. Поэтому и времени уходит значительно и значительно больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Здесь у меня нет просто таких саморезов Ну в общем не важно Остаток Остаток вот этого Сколько у меня осталось Где-то вот такая вот Сантиметров 40 может Я ее на две распилил И так как саморезы Которыми профиль перекручиваешь Они короткие Пришлось здесь выпилить квадратик И с этой стороны тоже самое Я теперь даже не знаю если честно В принципе смотрится она нормально И поэтому Переделывать эту дверь Эту калитку Я не думаю что буду Потому что она реально сделана на совесть Снизу Добротный кусок металла Пластина из металла Посредине Такой брус 60 на 60 Приблизительно Деревянный Из оконной рамы я выпилил То есть все как надо И по бокам Сделана я не знаю Сделана прочно Поэтому пусть будет Ну и на вид На вид Хоть еще и на петли не садил Вчера уже На ощупь докручивал Уже поздно было Столб Криво стоит Но Уже ничего не поделать Ладно Будь что будет Самое главное Есть теперь ворота Которые Которые Прекрасно Открываются Прекрасно Закрываются И которым Теперь не хватает Чего Какого нибудь Какого нибудь Замка А так Вот такой вид На крайний случай Можно будет Сюда что нибудь Пришить 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 Ну часть профлиста Пришить То есть сверху В принципе есть Вот такой вот Как перемычки Так что можно будет Еще часть профлиста Пришить Но в любом случае Сейчас у меня Нет Профлиста И Вот такой Итог Следующим этапом У меня будет Вторая часть забора Ее я уже начну делать Не знаю Через пару дней Эти пару дней Я хочу все таки Сделать небольшой перерыв Потому что Ну недели полторы Может чуть поболее У меня ушло На то Чтоб Сделать Вот это все Начиная с момента Монтажа И заканчивая Тем моментом Когда я смог Открыть калитку Ну и как бы Надо еще придумать Какой засов Сделать И тому подобное В любом случае Кому видео подобные Нравятся Переходите на канал Так скажем Дачного контента Там достаточно Хватает Но Как говорится Увидимся уже В следующий раз Всем до скорого Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok